Дорогие друзья, добрый день. Это опять я, епископ Альберт Раткин. И сегодня я хотел бы кое-что вам предложить. Я знаю, как все мы устали в этом режиме самоизоляции, и вот участвуя в разных обсуждениях с верующими, со служителями, я услышал, что был такой большой запрос, люди спрашивали, чтобы почитать столько времени, показалось, что много свободного времени, что почитать, что порекомендуете? Я хотел сначала показать свой книжный стол, вернее, рабочий стол, что на нем. Но сегодня я поехал и получил книгу, которую я заказал на той неделе. И я очень рекомендую вам ее приобрести. К сожалению, она вышла небольшим тиражом, несколько тысяч экземпляров, недавно вышла. Это книга моего друга Андрея Разниченко. Вот она вот так выглядит. И эта книга называется «Империя протестантов». Вот то, что я бы вам рекомендовал почитать служителям и не только. Вот именно эту книгу и предисловие, и на первой странице, и на последней странице, ее рекомендует Александр Сергеев, академик, президент Российской Академии Наук. Это должно о многом говорить вам. Лучше автора никто не расскажет об этой книге, о людях, о личностях. Она небольшая, вот посмотрите, она небольшая, тоненькая книга. Ее мало остало экземпляров. Я позвонил автору, позвонил Андрею. Я говорю, он говорит, ты успей купить, потому что тысячу экземпляров сразу забрала Белоруссия. Он говорит, я сам пошел на следующий день в магазин в книжный, в центральной книжной на Лубянке уже не было. Вот, я заказал, по-моему, через лабиринт какой-то. Ну, вы, наверное, лучше знаете все эти, как заказывать. Вот, поищите. А я еще раз говорю, книга называется «Империя протестантов» Андрей Резниченко. Пожалуйста, если хотите, если ищите что-то почитать. Тем более, это история нашей страны, нашей России и Российской империи. Кстати, у нас на канале сейчас уже вырабатывается своя определенная сетка вещания. Каждый вторник у нас будет выходить одна программа историка Александра Шульги. И он будет рассказывать о вкладе, у него уже программа записана, авторские программы протестантов в жизнь, и их вкладе в жизнь Российской империи, и не только, и в жизнь нашего мира, который окружает нас. В разные времена мы что-то слышали, что-то знали, чьи-то имена помнили, но мы хотим рассказать вам историю, правдивую, настоящую историю. И по четвергам еще один исторический проект у нас будет выходить. «Неизвестная Сибирь, неизвестная Россия». Краевед, епископ Лютеранской церкви Александр Франц, он записывает уже программы. Мы будем рассказывать вам о том, как протестанты осваивали Сибирь, Сибирь, строили заводы, участвовали в жизни нашей с вами страны, и как они оставались здесь, жили здесь. В общем, это будут интересные программы. Вторник и четверг я приглашаю вас на наш канал «Взгляд с небесный». Будем очень благодарны за вашу поддержку. Будем также рады, если вы куда-то, когда-то возьмете и запостите нас в свои соцсети, порекомендуете кому-то. Мы приближаемся сегодня к празднику. Наверное, завтра у нас уже будет 3000 подписчиков. Для нас это много. Завтра я увижу уже и хочу тоже видео записать, поблагодарить всех, кто смотрит нас, кому мы понравились уже, кто критикует нас. Спасибо вам большое. Благослови вас, Господь. И читайте хорошие книги. Это книга о многовековом вкладе евангельских христиан, сторонников реформации в развитии, становлении, развитии Российской империи. Как сказал один писатель, я стал писать книгу, потому что не смог найти и прочитать что-либо подобное. Так же и я. Я так и не смог найти ни одной книги в России, которая была бы посвящена этому колоссальному вкладу евангельских христиан и протестантов в развитии и становлении России. Науки, экономики, вооруженных сил и самой государственности российской. Я постарался рассказать о героях, которые на самом деле сделали, внесли колоссальный вклад. К примеру, Велим Генин, основатель Екатеринбурга. Мало кто об этом знает. Или Яков Брюс, создатель российской артиллерии. Мало кто знает, что русский театр появился благодаря лютеранскому пастору, который создал первую русскую труппу и написал первую русскую пьесу. Я рассказываю о соратниках Петра Великого, о соратниках Екатерины Великой, о друге Александра Сергеевича Пушкина в Великом Дале, который фактически спас русский язык, сохранил его, донес до потомков, до нас. Он был евангельский христианин, лютеранин по вероисповеданию. Я рассказываю о многих, но далеко не о всех. Эта книга будет иметь продолжение. И сейчас я пишу о новых героях. На самом деле проблема в том, что очень мало информации. Надо работать с архивами, сейчас это особенно трудно. Но и архивов-то мало осталось. Сохранилось очень мало сведений о протестантах, о евангельских христианах. Они были уничтожены в советское время, в своем большинстве. О том, что они сделали для становления России. Собирать приходится буквально по крупицам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова